Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, и моя коллекция мини-орхидеи еще не закончилась. Поэтому, кому интересно, какие еще сорта у меня есть, приглашаю вас подписаться на канал и смотреть дальше мое видео. Итак, следующая пятерка моих орхидеечек. Несмотря на то, что здесь 5 сортов, но я нахожу у себя дубли. Ну, я, конечно, знаю о своих дублях, и поэтому сейчас я их буду показывать по 2 кустика, почти все. Ну, начну, наверное, вот с этих двух кустиков. Это совсем 2 микроорхидеечки, 2 такие маленькие-маленькие. Мне подсказывали, что это сога готрис. Я их оба покупала в один день, покупала в юге. Тогда вот был, на моей памяти, во всяком случае, был единственный первый раз, когда привезли такие сорта. И это три липсы. Вот как они цвели на момент покупки. Оба посажены в кору, керамзит. Здесь и кремневит имеется. И вот какие у них, у этого кустика какие корешочки. Листочки домашние. И второй кустик себя чувствует хорошо, второй кустик чуть повыше, у него чуть побольше листочков. И посажен он в горшочек чуть больше. Но у него тоже здесь видны корешочки. Там ком корней я старалась не нарушать, он там внутри горшочка. И до сих пор он еще не засушил этот свой цветонос. Они у меня с... Что там написано у меня? Какое там месяц написано? Ой, не могу понять, что я написала своей собственной рукой с 19-го года. То ли июнь, то ли сентябрь 19-го года. Ну, почти год. Ссылочку на их пересадку я сейчас вставлю в подсказочках. Сейчас она всплывет. И можете посмотреть там точнее, когда я пересаживала эти орхидейки. Ну, или если я вспомню... А, кстати, тут же еще есть. Может тут? А, сентябрь. Сентябрь. Вот на второй этикетке у меня понятно написано. Ну, как понятно? Ну, просто надпись ручкой, она со временем просто выгорает. И поэтому не видно, непонятно становится, что там написано. Сентябрь 19-го года. Ну, получается сентябрь... Даже если в месяц с сентябрем, даже если это конец сентября был, ладно. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Ну, в общем, грубо говоря, 9 месяцев они у меня, эти две малышки. Следующие малышки, вот эти две, это темные бабочки. Но это не формоза Крэнбери Уилсон. Многие называют ее формозой Крэнбери, это не она. Формоза Крэнбери Уилсон, она немного другая. Ее я показывала, у меня есть этот сорт в двух вариантах, два пилорика. И я показываю их цветение. Вот какое цветение у этих бабочек. Вернее, не у бабочек, а у пилориков. И я купила дубли на всякий случай, потому что где-то что-то, какой-то кустик у меня пошел подгнивать, что ли. Я его, по-моему, лечила. А может, это не этот кустик, может, это какой-то другой. Третий кустик был у меня и помер, потому что у меня еще детка на пеньке от того кустика была. И вот что с этим, например, кустиком. Он у меня с мая 19-го года. То есть, получается, годик этой орхидеечке. Чувствует она себя замечательно. Посажена кора, керамзит, перлит, кремневит в маленьком горшочке. Эти нижние листья она уже начинает постепенно отсушивать. И вот этот вот, этот пилорик у меня тоже годик. Он с марта 19-го года. И тоже вот решил отсушить, зажелтить нижний листочек. И посажен тоже в такой же субстрат, но здесь чуть побольше. Кремневита, перлита чуть побольше. И тоже вот как он разросся, но этот кустик старше, по нему видно, что он старше, посильнее, поэтому у него и корешочков побольше. Чувствует себя замечательно. Надеюсь, конечно, с такими магазинами, кстати, вот там уже лезет, этот листочек еще не вырос, уже лезет новый листик. Интересно, почему? Почему этот листочек не хочет вырастать до конца? Вроде бы все хорошо с орхидеечкой. И, кстати, вот здесь вот, вот этот листик, он был слегка, слегка померзшим, вот этот листочек, поэтому здесь такая желтизна. И что-то вот из этих вот тут тоже вот такая же шуршавость, потому что я их в марте покупала. И листочки были немножко замерзшими, может быть, поэтому я, кстати, решила взять дубль, когда увидела в мае такую же орхидеечку. На всякий случай, потому что наблюдала все за этой и за другим кустиком, который, по-моему, все-таки крякнул. Ну ладно. И я постараюсь вставить фотографию, ой, фотографию, ссылочку пересадки какого-нибудь из этих кустиков. Почему какого-нибудь? Потому что я тут не учла, что ссылочек 5 поставить можно, а эти орхидейки я пересаживала в разное время. Получается, что ссылочек 6 получится. Это с огоготрис я пересаживала за один раз обе орхидейки. Ну, что-нибудь вставлю на какой-нибудь из них в подсказочке ссылку. Вот эти две крошки, вот эти две, это все был один куст с детками. Был еще третий куст. Это моя белая, белая мини-мультифлора, которую я покупала в юге. У меня есть видео о том, как я находила гниль, обнаружила гниль, ну как гниль, начали желтеть листья от шеи. В тот период, это было начало весны, видимо, что-то, какой-то бзык сработал у орхидеи, и несколько орхидей у меня так стали желтеть листья. Ну, видимо, весна, авитаминоз, что-то они чувствуют, может, перепады температуры, хотя дома температура всегда одна, всегда тепло. Ну, все-таки они же чувствуют весну, они чувствуют смену погоды, и у них свой организм, и у них свое вот срабатывает. Они тоже живые существа, и бывает вот что-то не так пошло, и какая-то вот эта вот бяка начинает активироваться, активизироваться, не знаю, как правильно, в общем, начинает оживать в организме. Было три кустика, они все три чувствовали себя хорошо, но спустя какое-то время я найду крайнее видео об этих фаленопсисах, или одну, ну, я посмотрю, какое видео будет поинтереснее, ну, на мой взгляд, может быть, то, где я борюсь с гнилью, и ссылочку, ну, ссылочку на какой-нибудь из этих видео о них я вставлю в подсказки. В любом случае вы сможете другие видео, если вас что-то интересует, если вас интересует другое видео, пишите, пожалуйста, я вам дам ссылку, если вы сами не найдете. И спустя какое-то время, несмотря на то, что все было хорошо, средний кустик, он все-таки погиб, все равно у него пошла желтеть шея, шеечка у него была маленькая, и ему этого хватило, чтобы погибнуть. Кстати, я что-то не помню, я вставляла фотографию цветения этого сорта или нет, но если не вставляла, то сейчас появится фотография. Ну, а это то, что осталось, это вот самая маленькая деточка, детулечка. Кстати, вот в декабре, вот тут что-то у меня июнь 18-го года, видимо, вот в июне 18-го года вот она у меня появилась, потому что она у меня уже давно, она уже была полностью домашняя. И в декабре, видимо, я ее пересадила, 19-го года. Да, в декабре вот это все случилось гнилью, и я ее уже вот в декабре пересадила. Ну и вот она чувствует себя хорошо, тут уже корешочек лезет, здесь корешочек растет, здесь корешочек растет. Вот, хорошо вот направлю его туда, в горшочек, вот так вот. Ну, это гнильный листик вот она отсушила, так с шейкой там все нормально, все хорошо. Поливаю замачиванием все свои орхидеечки, об этом я всегда говорю. А это самый старший кустик. Ну и у него тоже растут корешочки. Здесь, правда, вот этот вот старый корешочек, он пошел загнивать, но это ничего страшного, главное, чтобы с шейкой все было хорошо. Посажен в высокий стаканчик из-под пива, потому что там внутри вот был корешочек, вот этот корешочек там был. По одному или полтора-два корешочка у каждого кустика были, оставались еще живые. И вот там внутри тоже корешочек виден. Ну, надеюсь, надеюсь, все будет хорошо с этими фаленопсисами. У него тоже с шейкой сейчас все нормально. И надеюсь, что они будут меня радовать. И остались еще два фаленопсиса. Я их показывала очень давно. У меня в каждом обзоре коллекции мини есть фаленопсисы, которые я показывала очень давно. Вот этот вот странный товарищ, он действительно странный товарищ. Я его покупала в юге, я брала его уценкой. Он меня, у меня после того еще цвел. У меня даже есть видео, по-моему, о том, как он цвел. И после того, как он подцвел, видимо, он потратил на это все свои силы. И я смотрю, что-то ему как-то поплохело. Я сунулась в горшочек. Оказалось, что он гниет. Так, что-то тут горшочек нехорошо прирос к резинке. И резинка еще и в придачу ко всему еще и вылезает. Так, горшочек может травмироваться. Так вот я его надрежу. Ну, и я достала его из того субстрата. Вот видите, что происходит? Вот взял и прилип. Присосался. Вот так вот все. Вот такие вот у него корешочки, вот с такими присосочками волосятыми, мохнатыми. Ну, и после того он очень долго сидел, ни туда, ни сюда после той гнили. Ну, потом стал растить корни и стал вылезать, буквально вылезать, вот как виолоцейный, вылезать из горшка. Кстати, вот как он цвел, фотография будет надписана, вернее нет, не будет надписана фотография. Но у меня есть фотография надписанная, что мне многие подсказывают, что это Table Masterpiece. Но кто-то мне потом писал, что это скорее всего не он. Ну, может быть это как вариант цветения этого сорта, я не знаю. В общем, я на каких-то фотографиях у меня осталась надпись, на каких-то... Ну, дальше я уже обрезала фотографию с этой надписью на всякий случай. Ну, и вот он стал вылезать из горшка, я его решила заглубить. Там вот видно, что, кстати, у него бобка вот максимом замазана. Ну, как заглубить с корнями, посадить в субстрат. Но не тут-то было. Опять он лег, опять он растит корни куда-то во все стороны. Опять он... Ну, в горшке тоже есть вот что-то тут имеется, конечно, корешочки имеются. Но точно так же и много корней растет из субстрата. Ну, ладно, я уже... Я уже не знаю, что с ним делать. Ладно, пусть как хочет, так и растет. Может быть соберусь, может опять его засыплю субстратом, не знаю. Так. Он у меня с июля 2019 года. Какое-нибудь из видео о нем я сейчас вставлю ссылочку в подсказочке. Она сейчас всплывет. Ну, и благо он пошел растить листочки изнутри. Вот они. И я так думаю, что... Кстати, вот эти листья у него потеряли тургор тогда. Но за это время он тургор набрал. Все нормально. Это вот еще старые вот три листа магазинные. И он стал растить вот эти листья. Но я сейчас смотрю... Ну, я уже давно об этом подозревала. Я так полагаю, что это идет как бы самоомоложение, омолаживание. Я так думаю, это... Ну, это не детка, но растение самоомолаживается. Вот листья, видите? От маленького, от маленького, чуть побольше и побольше. Эти листья вообще она отсушит рано или поздно. И получится вот такое вот молодое новенькое растение. Следующий фаленопсис. Он у меня от подруги, от Кати. Вот он, мой красавец. Это тоже Миничка. Причем она мне их дарила. Это две деточки. Причем деточные листочки, с которыми она мне его дарила, как видите, он довольно... Ну, не довольно большой, но он больше, чем вот эти вот листья, которые растут уже у меня. У меня он растет прям совсем компактненький. Причем я думала, что у меня как-то что-то с ним не то происходит, что может быть у него какой-то сбой в росте. Но оказалось, что это Мини. После того, как я у нее спросила, почему мой фаленопсис такой маленький, почему они, ее деточки от нее никак не растут. Оказалось, что это Минички. А я думала, что это стандарты. И он у меня с сентября 2018 года. И вот за это время уже такая вот взросленькая розеточка. И тут листочек растет, и корешочки растут. И цвести он должен вот таким образом. Это было цветение материнского растения. Такое вот у меня сегодня видео о моих Миничках. Минички на этом и компактные сорта на этом не заканчиваются. Впереди еще есть видео. Еще я буду снимать. Вам всем спасибо вам большое за ваш интерес к моему каналу. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте значок колокольчика. Будете всегда в курсе новых видео. Делитесь этими видео. Может, они еще кому-нибудь будут полезны, интересны. И кто хочет вступить в мою группу ВКонтакте, то ссылочку на нее вы найдете под видео. И всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok